Ну, здравствуйте еще раз. Три месяца назад я рассказывал тему, немножко про теорию сжатия. Вот продолжение в конкретном приложении для расчета. Как что считать? И что это за теория? И откуда она получается? Значит, теория сжатия Вселенной. Отличия начинаются, как оказалось, в формулировке даже логики. То есть в современных фундаментах, в современном построении науки нет таких инструментов, нет такого языка, который мог бы рассказать про негеометрическую теорию, абсолютно негеометрическую. Нет даже такого понятия. Все теории современности, это они абсолютно геометрические. Полностью. Настолько все геометрическое, что я даже не знаю, как это выразить. Все идеи полностью геометрические. И в этом смысле, если брать такая альтернатива, то она не только теория относительности альтернативы, но и эфирным теориям любым, потому что первично какое-то пространство, если теория относительная, то она не каким-то образом искривляется, если эфирное теорие, то это пространство заполнено каким-то эфиром. Поэтому одинаковое такое различие. Некоторые примеры. Например, есть такое в топологии окрестной стучки. В топологии некоторых людей, вообще что это такое? Ну, это вот определение, я взял эти идеи. Это множество, содержащие данную, только и близкие в каком-то смысле книги. Такое понятие. Вроде как-то аксиоматично, то есть база, ну, как белая или, например, черная. Это все, как бы, наиболее такой глубинный уровень. Это одна, например, такая. И дифференциальное уравнение есть, которое связывает значения некоторыми известными функциями в некоторой точке, значения производных, различных порядков в той же точке. То есть понимается где-то источка. Вот такое вот понятие. Что же на самом деле, логика этих примеров. Вот смотрите, ответственности точки. Видно здесь или мне нужно выбрать что-нибудь? Так, указка. Да, все хорошо видно. Вот стрелочка моя видно, да? Что я вас по поэтам, да? А, нет, стрелочки не видно. Надо указку включить. Выбрать что надо? Слева сверху стрелочка нарисована. Видите? Вот так видно. Нажмите на треугольник, который рядом с буквой Т. Вот, все, все видно. Значит так. Вот есть точка 5, ее окрестность. Ну, допустим, мы немножко их увеличим. 4 и 6 относятся к окрестности точки. Ну, это чисто геометрическое восприятие. Понимаете? Вот. 9, например, не окрестности точки. И так же самое вот производное. Что такое? Вот координата Y, координата X. Вот если изменение Y, изменение Y. Вот это произведенное. То есть производное, есть некоторая вещь, произведенное каких-то геометрических характеристик. Это настолько, ну, вот малышам в детском саду уже так, например, с самого рождения даже до школы уже вводится вот эта вот логика или базовая философия вот таких вот, таких пониманий. То есть мы геометричны, мы просто даже не можем себе представить, что значит не геометрично или абсолютно не геометрично. Вот. А вот, например, возьмем один из примеров негеометрической логики. Но это не полностью негеометрическая, а так называемый реляционный подход. Он не является полностью. Потому что здесь точки тоже как-то они расположены. Они тоже как-то вот расположены, да? Вот. И вот, например, в окрестности точки 5 находится число 9 и 12. Но мы определяем, которое на самом деле рядом как бы посылаем сигнал. И вот, которая точечка раньше отзывается, а вот это была, например, точка 3 через одну секунду. Значит, и с этой стороны точка, например, 4. Вот. Они оказались рядом с точкой 5. Геометрически рядом. То есть они сигнал послали первую. А вот эти почему-то точка 12, она как бы ленивая. Она разленилась, ждала-ждала, пока эти, эти отзываются, потом раз. На самом деле она находится рядышком, а сигнал приходит от нее позже. Вот это вот один из примеров негеометрического отношения, реляционный подход. Но это не полностью негеометрический подход. Как видим, нужно какое-то вместилище, да, вот этих точек, которые с запозданием реагируют. То есть 9 и 12, они находятся рядом, но не окрестности точечки считаются. А окрестности считаются у нас, это базовое такое понятие, аксиома. Очевидная вещь, которая даже не требует ни обсуждения, ничего. Окрестности. Но на самом деле они не являются окрестностями, хотя рядом, тоже такое окрестность. Вот я хотел показать на этом примере, значит, вот как, насколько геометричен вообще весь подход, не только в науке, в школе, кругом. Сейчас полностью геометричен подход. Что же вместо этого? Вот логика теории сжатия Вселенной. Здесь немножко находится, мы, как бы, вот у нас есть дорога, куда-то мы идем, к какой-то цели, вот смотрите, по дороге. Мы не видим цели, ну, едем, например, на автомобиле. Цели мы не видим с какой-то скоростью. Вот здесь вот у меня было расписано больше по этому адресу. Значит, вот эта вот логика, она здесь кратко. Например, значит, если скорость движения уменьшается, вот мы едем на автомобиле, а мы считаем, что она постоянна, и измеряем расстояние до финиша только оставшимся временем. То вывод, который мы сделаем, однозначно, расстояние до финиша уменьшится. То есть мы движемся вот сюда, до нашей цели, но затормаживаем свою скорость, считаем, что она постоянная у нас, а, значит, рассчитываем время до достижения цели, почему-то она больше, 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 значит, у нас получается, что расстояние увеличивается. Вот такая вот как бы логика, почему теория сжатия Вселенной, мы сжимаемся, скорость сжимается, значит, но видим увеличение в космологическом плане, увеличение космологии. Формально мы начинали этот код, как говорят, в сингулярности, то есть нам нужно было, была скорость сжатия так велика, что нам нужно было вообще, однако это минимальная доля секунды, микро-миллисекунды, значит, вообще минимальное время, чтобы сжаться до точки. Ну, оказалось, что мы каждый раз, проходя какое-то расстояние, мы медленнее, медленнее, медленнее. И расстояние до конца этого сжатия у нас увеличивается, увеличивается. Поэтому мы видим увеличивающийся размер. Вот такая вот из этой логики возникает космология. Вот. Если вот здесь, вот я немножко написал, что если передвигать, вот, например, со скоростью 60 километров в час, и до цели остается километр, вот. Ну, например, перейдем в систему единиц, принятую астрономами, которого допустимо, мы считаем, что до цели одна минута. Одна минута, например, размера нашей Вселенной. Ну вот. Ну, если мы тормозим, и затормозили так, что проехав половину расстояния, мы снизили скорость в четыре раза, то есть до шесть до пятнадцати, мы заметим, что у нас до нашего финиша уже две минуты. То есть была одна минута, осталось две. Если мы считаем скорость света постоянной, то, конечно, будет такой каз, что мы будем постоянно видеть увеличивающуюся Вселенную. Вот такое. Вот. То есть и так может быть бесконечно. То есть сначала была какая-то сингулярная вещь, черная дыра, которая должна была обозраться за одну какую-то квантовую долю секунды, но она замедляется, замедляется. Вот сейчас 16 миллиардов световых лет – это размеры нашей Вселенной. Это космологическая такая, получается, картина. Далее. Изменения научной парадигмы здесь должно быть. Смысл вот этой парадигмы, которую я предлагаю, не в заданиях системных геометрических формализмов, а в нахождении способа конструировать геометрические отношения. То есть каким-то общим образом мы можем конструировать любой геометрический мир. Любой. Значит, и геометрия сама по себе – это вторичное производное свойство вот этих математических фруктов. То есть геометрии нет, а мы не можем оторваться от чисто вот этого геометрического. Мы всегда находимся здесь вот. Или было вчера. Мы как бы такую линию проводим. Всегда мы так. Но здесь получается очень просто. Первичная это скорость света, ускорение – внедление скорости света. Вот этих двух вещей практически для первого знакомства в истории сжатия – это достаточно. То есть я и скорости света, и ускорение, с которым оно замедляется. Почему ускорение замедляется? Потому что он замедляется. Если замедляется, из этого я могу построить любой геометрический, ну, не только какой-то наш, но совершенно любой, общий скорость. Отсюда, значит, немножко возникла такая идея неопределённой формирующей системы. Здесь вот оно на этом месте написано, про неё расписано. Значит, так как мы мыслим геометрическим способом, я её вполне представил, значит, геометрическим образом. То есть это один стакан с водой или какой-то объём жидкости, другой стакан, который нет, значит, жидкости. Вот так как это больше вода перетекает из одной, где жидкость перетекает из одного к другому, я их обозначил S и T. Ну, просто я из них получаю пространство и время. На самом деле здесь нет ни пространства, ни время, условно для удобства, я обозначил S и T. Вот из этих вещей получаю геометрический формализм. То есть всю геометру, любую, которую у нас объяснил конкретного сейчас нашего мира. Значит, вот отношение высоты вот этого столба жидкости к высоте этого столба жидкости и есть скорость света. Вот. Для нас она уже понимается. Так, скорость света. Вот это отношение у нас действует. Значит, самое интересное, что для задания вот такой системы, не важно, что это за сама система. Форма её существования может быть свежая. Почему она неопределённа? Просто не её вид, не важны. Мы даже и не знаем. Может быть, это эфирный объект. Может быть, это даже книга, база данных, значит, компьютер, живое мыслящее существо, даже свет отража, что угодно. Там температура. Всё. Набор абстрактных чисел каких-то. Или действительно геометрический объект. Но объект, который мы не можем пастичь, не можем ни форму, ни в чем он состоит, где он состоит. Но, значит, два условия. Так как мы существуем, значит, эта вещь, система существует. И так как мы испытываем изменения, отожисляем временные, кстати, изменения, значит, вот эта сама система, она меняется. То есть объект существует, и он меняется. Единственное, а вот это вот, что геометрически, это просто очень удобно, значит, представлять. Мы мыслим геометрическими, с узкими, значит, очень удобно. Высоту, значит, одного столба жидкости, другого столба жидкости, это будет скорость лет. Это, на самом деле, какие-то качества вот этого неопределенного объекта. Ну какие? Может быть цвет, может вкус, запах, качества, которые нам непонятны. Да это, в принципе, для формирования геометрических отношений это не важно. Это вот такая аксиоматика. И вот когда мы, значит, вот это вот рассчитываем ряд отношений по мере перетекания жидкости, вот какой-то, когда было полное, например, вот здесь очень много, а здесь было почти ничего. И когда оно уменьшается, это начинает увеличиваться. Их отношения, то есть формально это уже наша скорость света. Но ее вот здесь, в этой системе формирующей нужно понимать просто как гравитационный потенциал, так прочее. То есть объект, обладающий гравитационным потенциалом и напряженностью гравитационного поля. Больше нам для того, чтобы сформировать геометрию, любую геометрию, значит, не нужно практически ничего. И, значит, вот эти отношения будут, интересно, как вытекает космология, отношения будут. Первичная скорость была бесконечна. А, значит, размеры вот этого объекта, геометрические, были близки к нулю. Близки к нулю. Потом скорость начала падать, это скорость света, соответственно. Вот она будет в точке 4 где-то равна нулю, но мы находимся где-нибудь посередине, вот где-то вот в этом месте между числами 2 и 3. Значит, поэтому мы имеем не бесконечную Вселенную, а какую-то размером 13 или 12 или 14 миллиардов лет, считается вот это отношение. Значит, вот пространство, я уже говорил, что не имеет никакого значимого, в котором находится вот это афрямуруйство, но темпы хода времени и чего. Можно взять вот здесь вот поставить перегородку, она остановится, а отношения останутся на каком-то времени, но, значит, не будут меняться. Потом взять перегородку, она будет перетекать, продолжаться, процесс будет происходить. И вот этой остановки временной мы вообще не ощутили. Может быть, там перерывы были, может быть, не было. Для нас это нет никакой разницы. Главное пропорции отношения, то есть S на T и S на T квадрат, мы из них получаем и пространство, и время. То есть в данном случае, как вот я показывал космологически, это мы из этих причин покажем, получим, значит, размеры Вселенной и время ее жизни, то есть в которое время она уже клажет. Вот и коренная разница понимания, в отличие от ее относительности, что ты относительно представляешь, что это изогнутая какая-то поверхность, вот ее кто-то загнул, да? Непонятно, почему оно загнуто, почему этот разный масштаб. Но скорость света и здесь, и здесь, и здесь, вот во всех точках она у них равна. Почему одинаковая? Значит, у меня скорость света разная. И скорость света, и ускорение, они разные. Вот поэтому получается в разных точках, или точках времени, или точках пространства, получается разные масштабы Вселенной. И разные масштабы Вселенной мы видим, ну и разные масштабы конкретного пространства. Такая вот разница понимания. То есть пространство кругом, не в кредитово, как говорят, но тем не менее в разных точках, значит, они имеются разномасштабные вещи за счет того. Вот, значит, как пример расчета я, значит, делал пионер. На Земле существует отношение, вот это вот как бы С квадрат на А, то есть С квадрат скорости света в квадрате на ускорение, замедленное скорость света, это масштаб Вселенной, например, Р2. Но на Меркурии, вот здесь Меркурий показан, С квадрат тоже на А. Это, например, Р1, значит, свой масштаб, то есть размеры, которые мы видим Вселенной. Там, где вот улетел пионер, в районе Сатурна, где, значит, это определилось, С квадрат, значит, третье на А3. То есть параметры скорости света и ускорения дают нам масштабы. Нам достаточно будет, значит, как вычислим масштабы Вселенной на Земле, потом вычисляем масштабы Вселенной на Меркурии, чтобы как согласовать эти вещи. Вычисляем отношения масштабов, то есть насколько масштаб на Меркурии меньше, значит, или больше масштаба на Земле. Потом пропорцию связи изменения, это очень важная вещь, потому что думается, что при небольших изменениях и в ту, и в другую сторону отличия будут минимальные, ошибка будет небольшая. То есть если скорость света изменилась на тысячные какие-то доли процента, несколько километров или несколько десятков километров в секунду, то ускорение, так называемое ускорение замедления вот этой скорости, оно тоже с какой-то вероятностью тоже в той же пропорции изменилось. Там различия будут, но ошибка будет составлять доли процента, если вот так вычислить. Потом мы вот этот коэффициент связи изменения скорости света и изменения, значит, ускорения при помощи вот этих пропорций вычисляем. Потом мы вычисляем масштабы Вселенной в точке нахождения аппарата Пионер, они совершенно другие. Используя коэффициент связи, вот если вычислили по Меркурию, мы вычисляем ускорение замедления скорости света. И из этого ускорения замедления скорости света мы вычисляем добавочное ускорение. В чем здесь дело? Значит, ситуация такая. На Земле скорость света одна, на Меркурии ближе к Солнцу там еще она меньше, ускорение замедления скорости света тоже меньше, поэтому масштабы больше. То есть по нашим расчетам земным Меркурий должен по какому-то эллипсу крутиться, а по масштабам, которые вычислены на Меркурии, у него совершенно другой размер вот этой вот траектории. Хотя и в том, и в другом случае пространство Эквидова, но масштабы не соизмеримы. Значит, у Сатурна, на Сатурне, значит, больше скорость света, там чем дальше от Солнца еще там она будет больше, скорость света увеличена и ускорение замедления, так называемое, на скорости света тоже больше, масштабы меньше. Но нас интересует в данном случае просто ускорение замедления скорости света. Вот это вот результат, вот это ускорение, изменение ускорения, мы вычисляем вот таким образом. И у нас получается, вот по этому адресу все расписано, вот сейчас я буду об этом рассказывать, получается 6,2 на 10 минут в 10. То есть вот это добавочное ускорение, которое вызвано увеличением гравитационного коэффициента, значит, связанного с вот этим ускорением замедления. Вероятно, там, значит, очень сложная проблема, я не буду сейчас это посвящать, там очень много, очень много нужно рассказывать, но ситуация такая, что мы можем вместо вот самого этого ускорения использовать вот изменения вот гравитационного коэффициента, допустим, по коне Ньютона. Они, значит, как-то универсальным способом не могут. Ошибки, ну, ошибка там определена, но она очень, быть, небольшая, должна быть небольшая. Так вот, определяем вот это вот дополнительное ускорение, которое должно 6,2 на 10 минут в 10. А полученное, которое, значит, исследовано от группы Туршева, 8,74 плюс минус 1,33. Но, значит, четверть, как выяснилось, уже давно, значит, вот по этому адресу был доклад, я слушал, значит, четверть эффекта обусловлено неравномерным разогревом аппарата и его односторонним изучением четверть. Сейчас вот появились такие вещи, что чисто математическим моделированием взяли и подтянули за опытом. А давайте мы все, вообще все, и закроем эту проблему. Ну, давайте закроем. Так вот они поступают. Давайте закроем. Мы, например, не выдумываем ничего нового, мы хороним просто все идеи. Нам этого не надо, с этого мы денег не получим, исследование нам не светит. Очень, значит, такая вещь. Вот. Это, наверное, последняя страница. И вот я перехожу непосредственно, вот, как было вот на этом все это рассчитано. Значит, есть у нас закон Ньютона. Есть у нас коэффициенты, значит, как бы масштабные коэффициенты. Вот если их вычислить вот по такой вещи, здесь будет не размер Вселенной, а будет размер Вселенной с каким-то, значит, дополнительным множителем. Получается, что вот этот неопределенный коэффициент просто уничтожается. Он с одним коэффициентом G1, что G2, там дополнительные множители, значит, все происходит, как бы, то есть можно это использовать вот в таком дне. Значит, дают отношение, вот здесь написано, что R2 к R1 дает изменение масштабов при скорости C2, относительной скорости, зачем нам нужно искать это изменение масштабов? Ну, я уже рассказал самую главную идею. Вот, значит, аномалии в движении Меркурия, чем они вычисляют? Мы вычисляем разницу масштабов и, зная вот один из множителей, вычисляем другой же. Почему это возможно? А потому что вот эта вот аномалия 43 секунды, она очень хорошо известна. 43, ну, может быть, 41, 42, разные источники немножко ошибаются. Ошибка меньше 1, меньше 2%, наверное. Ничего страшного. Так вот, вот это вот 43 секунды, это по этим 43 секундам мы вычислим разницу масштабов, разницу масштабов. Значит, как мы вычисляем? Значит, скорость вращения Земли по орбите 29 и длина орбит. У Меркурия 47,8. Вот разница скорости света рассчитывается вот таким образом, по разнице скорости орбитальной. Это, значит, вот очень такая интересная вещь. То есть здесь, если относительно гравитационный потенциал высчитывают, и потом пошли при одинаковой скорости света искривленность считать, очень сложная вещь. То есть очень просто. Вычисляется разница скорости света. Очень простой. И результат должен быть вот в таком виде совпадающий с их расчетами. Значит, мы вычислили разницу скорости света. Вот такая формула. Если масштабы Земли на масштабы Меркурия, значит, вот такая формула. Но мы не знаем G-Меркурия. Вот этот коэффициент мы не знаем. А мы его высчитываем. Вот это все выходит, что длина орбита Меркурия, значит, время оборота за 100 лет, это сколько секунд, значит, сколько он делает оборотов, сколько это будет смещения. Вот это я все высчитываю для того, чтобы определить вот это расстояние. Дельта-С, насколько, значит, орбита Меркурия, масштабы, значит, отличаются от вот этих вот принятых постоянно, говорят, скорость света и постоянно гравитационные. Они говорят все постоянно. Насколько отличаются? Значит, масштабы отличаются на 28. И вот вычислено, значит, изменение, значит, непосредственно длина вот этой орбиты, изменение, вот она 10-8 степень, значит, изменяется на такой процент, очень маленький, изменены масштабы. Дальше мы должны вычислить ускорение законе Ютуба. Вот мы вычисляем, подставляем. Вот у нас получается скорость света на Меркурию вот такое значение от таблично установленного на Землю. Вот это табличное земное, это получается вот такая скорость света. и изменение масштаба. Изменение масштаба мы берем для условий Земли, например, и для условий Меркурия. Здесь вот как бы мы считаем вот это постоянно, хотя его то вверх, то вниз, но нам не важно. Нам важно найти отношение вот этих вещей, насколько он будет, насколько. И вот это вот изменение гравитационного коэффициента получилось вот там у нас в таком выражении. Мы должны сравнить это изменение гравитационного коэффициента с изменением скорости света. То есть дельта скорости света, скорость света Земли, вот получается такое значение. А дельта гравитационного коэффициента на гравитационной коэффициенте вот такое значение. Здесь явно в два раза больше. То есть гравитационный коэффициент при одинаковом, то есть при каком-то изменении скорости света, ну на километр, значит, гравитационный коэффициент меняется относительно, значит, в два раза быстрее. то есть если километр дельта вот здесь c единицу мы поставим то здесь дельта же будет 2 ну естественно 10 минут 11 здесь будет соответственно например со своими дельта цена c будет в два раза меньше вот такой коэффициент дальше мы просто значит параметры траектории и они где выбираем какое-то вот расстояние это на 1 января 87 года взята ссылки на какой-то странице они были указаны у меня на сайте и скорость указана замечена аномалия вот опять же литература для расчеты скорости но определяем такая же скорость если бы в этой точке была какая-нибудь планета орбитальная для того чтобы определить насколько изменилась скорость мы мы вычислили значит у нас получилось вот 25 километров в секунду примерно разница то есть на земная скорость скорость орбитальная в районе нахождения аппарата пионер получается 20 на 25 километров в секунду скорость света в этом месте стала больше раз она стала больше мы используем вот это вот множитель и значит высчитываем вот эту добавку делька дельта же высчитывать и получаем соответствующую дельта же ставим закон значит для притяжения дополнительным дополнительного ускорения которое тормозит пионер будет равно вот такому значению то есть а значит курсов открыл группа прошел вот такое значение то есть это примерно но примерно 25 процентов как уже показывал ранее она может быть объяснено другими причинами вот значит получается что вкратце я по сути дела значит изложил наверное все что если вкратце я скажу что вкратце я приму как его ускоро это не та же